Краснодар Впрочем, горники, обладающие грозной группой атаки, сформированной исключительно из бразильцев, продемонстрировали свой класс уже в первой же серьезной наступательной акции. Луис Адриано, получив мяч штрафной Краснодара, на замахе убрал оппонента и буквально вложил мяч в ногу Дугласу Кости, который с близкого расстояния расстрелял створ. Этот быстрый гол соперников ничуть не сбил атакующего порыва Быков, те упорно продолжали гнуть свою линию, здорово комбинировали на подступах штрафной шахтера, внутри нее и всего через пять минут сравняли счет. Партнеры вывели на завершающий удар Лабарде, на пути пущенного им мяча встал защитник, однако отскок достался Маурисио Перейре, который вогнал снаряд в дальний угол владения Каннибаловского. Равновесие восстановилось, однако инициатива после этого по-прежнему принадлежала горожанам, которые, несмотря на жару, хорошо двигались и демонстрировали очень достойные для начала сбора командные взаимодействия. На экваторе тайма Вандерсон по центру протаранил оборону украинской дружины и сумел протолкнуть мяч на Смольникова, но правый защитник, неожиданно оказавшийся практически перед воротами соперников, бил с нерабочей левой и потому особых проблем голкиперу не доставил. Вскоре уже Пизеля оказался на убойной позиции перед владениями Каннибаловского, однако мяч после его выстрела просвистел рядом со штангой. Горники же снова выжали максимум из минимума. Краснодарские оборонцы не уследили за Луишем Адриану, который мастерски поставил ногу под удар Кобина, и Шахтер снова вышел вперед. Пару минут спустя быки были очень близки к тому, чтобы отыграться. Во время очередной их атаки у игроков вораживо-черном закружились головы, и один из них рукой прервал полет мяча в пределах собственной штрафной. Однако сербский рефери Астоич почему-то предпочел не отреагировать на это нарушение правил. А вот Фельцов на 38-й минуте среагировал. Только не на фол, а на мяч, который с нескольких метров направлял в створ мастеровитый центр-форвард Горников Луиш Адриану. Сейв краснодарского голкипера бесспорно стал одним из самых ярких моментов весьма содержательного первого тайма этой игры. Вполне возможно, что стартовая 45-минутка стала бы еще более результативной, если бы не офсайд, который незадолго до ее окончания судей зафиксировали у вырывавшегося на рандеву с вратарем Жаузиньо. В перерыве Славарю Буслин поменял практически весь состав. Из начинавших игру на поле остались лишь Фельцов, Нахушев и Пизели. Но и вышедшие на вторую половину горожане, в числе которых были и два юных воспитанника клубной академии Морозов-Чкапелия, старались ни в чем не уступать грозным соперникам. Да что там старались, не уступали. В самом начале тайма Алекс Тейшейра проверил бдительность Фельцова плотным ударом, после чего на долгое время угрозы воротам Краснодара по сути прекратились. Главным образом, благодаря надежной игре горожан в обороне. А вот противоположный штрафной пожар периодически вспыхивал. На 57-й минуте Шипицын забыкал прострел здорово обыгравшего опекуна Чкапелия, но лишь чиркнул по мячу и тот цель не проследовал. Через минуту Канате коварно выстрелил из-под защитника, немного промахнулся. А на 61-й минуте точности не хватило уже удару Исаэла, когда тот метров с 12 метил в дальний угол. Пару раз вступить в игру вратарю с Донбасса Канниболодскому все же пришлось. На 79-й минуте он намертво забрал мяч после удара с остроугла в исполнении Канате, а еще через 9 минут справился с выстрелом Пизели. Хотя Маркос из этой ситуации вполне бы мог выжить и больше. Успел проявить себя и заменивший под занавес встречи Фельцова молодой галкипер Леонов, отразивший плотный удар Майкона от линии штрафной. В концовке Лучевску уже не стесняясь тянул время, проводя замену за заменой. Осетский рефери компенсировать игровое время не стал и дал свисток, едва истекли 90 минут. Свисток этот зафиксировал минимальную победу Шахтера, которой горняки добились разве что за счет лучшей реализации своих шансов. Во всех остальных компонентах игры Краснодар объективно смотрелся как минимум не хуже своих оппонентов.